ну что доброе утро доброе артем я очень рада тебя видеть подскажи сколько сейчас который час сейчас в иркутске ты же оттуда в иркутске 16 часов дня получается у нас если сейчас здесь 11 то в иркутске 16 то есть уже уже день кипит вовсю мы только здесь в сочи начинаем прекрасный день поделись пожалуйста каким образом ты попал в этот бизнес как тебя занесло и ты же юрист зачем этот бизнес да ольга очень хороший вопрос на самом деле я для себя первоначально не видел я себя в этом бизнесе первоначально не видел мой очень хороший знакомый друг и по совместительству моя девушка рассказала мне о бизнес возможности пригласила меня на мероприятие и на этом мероприятии я увидел то что какое сообщество людей как они говорят что они говорят и в этот момент у меня зародилась мысль разобраться в этом подробнее дальше все было просто приглашение на следующее мероприятие выездное в турцию в прошлом году ну и мероприятие по факту все сделала для того чтобы я принял решение в пользу этого бизнеса слушай на самом деле история с приглашением через человека близкого родного да кому-то доверяешь это всегда очень интересно и особо ценно ты все-таки вот возвращаясь к твоим специальности к твоей профессии ты юрист по образованию и занимаешься юриспруденцией это же особый такой педантичный и разбор это аналитика всегда это надо все взвесить это в принципе надо поставить под сомнение абсолютно все как с этим справляются вот люди твоего формата поделись позиция скептика да 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 безусловно да то есть когда у меня возникло вот это вот желание разобраться я провел своего рода такую правовую экспертизу и мне было интересно реально где зарегистрирована компания кто за этим за всем стоит и посыл именно мой запрос поездки в турцию был как раз познакомиться с администрацией компании с основателем компании напрямую лично напрямую да лично поговорить посмотреть в глаза задать те вопросы которые меня интересуют и я это реализовал то есть у меня по факту прошел как раз вот такой педантичный путь выяснения этой информации и в целом я получил ответы на те вопросы которые у меня были слушай это здорово на самом деле обладая таким прозорливым опытом вот использовать его по назначению это прям вот я общаясь тобой понимаю как ценно в нашем сообществе найти экспертов в том числе и в твоей сфере деятельности чтобы узнать и о компании и о бизнесе все на чистоту напрямую а подскажи пожалуйста как принимать решение смотреть ли в сторону нашего бизнеса людям без такой подготовки юридической вот людям из наемного так скажем из наемной сферы деятельности я бы знаешь как ответил точнее я отвечу то что в любом случае чем бы человек не занимался на какой бы стадии своего развития он не находился смотреть надо в сторону развития развития собственной личности и навыков компетенций и того опыта который он приобретает неважно чем человек занимается либо он для себя увидит эту возможность и начнет развиваться в этом направлении либо он поймет что это не его и не важно этот человек обслуживает вагоны на железной дороге либо это какой-то предприниматель уже с колоссальным опытом и большим бэкграундом за плечами либо это какой-то чиновник депутат госслужащий либо там кто-то еще либо это какие-то прикладные рабочие профессии абсолютно не имеет значения почему потому что когда ты разбираешься в сути этого бизнеса ты для себя принимаешь решение твое это ты почувствуешь либо не твое сужен вот я с тобой когда общаюсь в тебе есть абсолютная уверенность но ведь не всем это дано как получить тот самый опыт вот и говоришь про развитие да про то чтобы вот разобраться люди пришли и немножечко так скажем ошарашены все такие профессионалы все занимаются бизнесом как бы человеку вот в нашем сообществе предпринимателей без этого предпринимательского опыта хочется добавить чем сила брат сила а сила в принятии принятие решения бывает такое то что человек сразу почувствовал и начал этим заниматься то есть как рыба в воде да а есть такие случаи когда человеку чего-то не хватает вот для этого самого решения чтобы начать этим заниматься я думаю что в этом случае надо просто довериться тому человеку который пригласил тебя в этот бизнес то есть правильно ли я понимаю что доверился и рассказал показал научил не уже сам правильно же верно конечно то есть я сейчас говорю о принятии решения а в процессе после того когда это решение принято уже идет более такой детальный разбор и понимание тех действий которые надо делать именно в этом бизнесе этому всему научат здесь да безусловно конечно было бы желание самое главное первичное желание когда есть принятие есть желание дальнейшие действия они уже само собой вытекаемые из этих отлично отлично нужно возвращаясь к вопросу как ты попала в этот бизнес сейчас как складываются отношения у вас с любимой женщины мешает ли это или поддерживает это наоборот у укрепила ли ваши партнерские отношения безусловно эта поддержка и я бы даже сказал не сколько партнерские отношения а сколько укрепила личное отношение меж личностные отношения и в целом меня все устраивает то есть я совершенно точно убежден то что это бизнес отношений и в том числе личных отношений между мужчиной и женщиной и я заметила что здесь на выездном мероприятии в сочи вы тоже вместе да конечно это не мешает опять же вот ну и отдыхаете и работаете живете как вообще очень меньше вообще не мешает мы колоссально друг друга дополняем потому что мы очень разные и то чего нет в лиге моей девушки да есть во мне ну и соответственно наоборот мы друг друга дополняем так прямо комплексно дополняем ну и финал нашего интервью чтобы ты сейчас порекомендовал всем людям которые смотрят это эту запись и во многом может быть видят себя в тебе в первую очередь я бы порекомендовал для себя задать себе вопрос чего я хочу к чему я стремлюсь и увидеть те возможности которые наш бизнес в партнерстве с компания global интеллект сервис дает и вот когда эти возможности увидишь дальше действовать к реализации своих целей отлично я очень рада что ты помог нам разобраться в этом вопросе благодарите спасибо